Спортлайф. Следит за спортом. Игроки сборной России по рэгби, игроки рэгбийного клуба «Слава» Сергей Чернышев и Евгений Мишечкин. Здравствуйте, мужчины. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Далее, после 17 часов на самые разные темы будем с вами общаться до 19. После 19 придет Андрей Лаврентьев, эксперт по итальянскому футболу. Далее, после нас с ним Сергей Курманов и его друзья, будем говорить так, будут следить за хоккейным матчем финала на чемпионате мира. Швеция-Швейцария. Шаконад начнут в 16.45. Как только начнут, будем тоже краешком глаза за этим противостоянием следить. Если говорить о футболе, Валенция сегодня уже обыграла Депортиво в последнем туре испанской премьеры. Ну, а в итальянской серии А четвертая минута матча Дженуа Торино пока без забитых мячей. Очень много матчей в 7 вечера. И вот как раз на этот сегмент придет Андрей Лаврентьев. А сейчас давайте о регби говорить. Не регби-7, да, сборная России по регби-7 в эти дни играет здесь, в российской столице, в рамках первого этапа чемпионата Европы по регби-7. И борются за 5-е, 8-е места. Ну, за 5-е будут играть, соответственно. А если говорить о прошлом сезоне, то сборная России побеждала как раз-таки на чемпионате Европы. Там 4 этапа всего. Ну, и вот по итогам этих 4-х этапов выявляется победитель. Первый же вопрос. Вы играете в регби-7 или только классика исключительно? В данный момент нет. А раньше по детству бегал, играл. Ну, да, думаю, что в детстве многие играли в регби-7. Ну, в школьных лигах всяких и все остальное. Чемпионат России юношеский, а сейчас только в классику. Евгений, просто, я смотрю, как бы еще очень молод, говорит, раньше, когда в школах. Вы школу закончили, Евгений? Конечно. А, закончили? Да. Хорошо, чтобы, ну, как бы, уточнить этот момент. А какое у вас отношение к регби-7? Есть какое-то пренебрежение, что это не совсем регби или просто это другой вид спорта? Тот же самый вид спорта, просто намного больше скорости. Сказать, ну, я думаю, что пренебрежение никакого быть не может, потому что многие ребята у нас играют и в регби-7 и в классику. И поэтому, ну, все болеем друг за друга. Смотрим и семерку, и классику, и просто играем в регби. Если говорить о классическом регби, совсем недавно достаточно радостная новость для классического регби пришла для нашей страны. Сборная России нежданно-негаданно попала на Кубок Мира. Одно из главных событий в мире спорта вообще. Ну и главное событие в классическом регби, безусловно. Потому что по телетрансляции, по телерейтингам, да, Кубок Мира по регби, это всегда вышка, это всегда смотрибельно. Что думаете? Почему так получилось? Ну, в первую очередь хочется поздравить всех болельщиков в регби России. И вот, второе, хочется передать благодарность нашей федерации, что они боролись, делали все для этого. И ворту регби приняло правильное решение, думаю. Это большая радость для нашей всей страны, то, что мы попали туда. Кто на данный момент в регби классическом задает тон? Новая Зеландия, Англия, кто еще? Новая Зеландия, конечно. Выиграли два подряд чемпионата мира. Ну и там регби с самого детства, как бы в головах у детей, они все хотят играть. Играют во дворах, в школах, это спор номер один там. Ну, я думаю, дальше на втором месте уже ведут Австралия, Англия, они где-то на одном уровне. Вместе с Южной Африкой. Там регби тоже на лидирующих ролях. Как же островитяне, Тонго, Фиджи, Самуа? Вы в своей профессиональной карьере играли с этими сборными когда-нибудь? Может быть, на каком-то турнире? Или просто товарищеские матчи? На молодежном чемпионате мира мы играли с Фиджи. Вы, это Сергей Чернышев? Да. Ну и как? Проиграли. Результат закономерен. Да, но в защите хорошо отыграли, то есть хорошие захваты были, но чуть-чуть не хватило нам. Есть понимание, почему? Ну, вроде как, да, вы тоже достаточно мощные мужики. Что не так, да? Почему вот они лидеры, а мы немножечко отстаем? Ну, я думаю, наверное, это с детства. То, что, например, у нас в футбол. Много народу ходит на футбол. У нас тоже с детства в футбол, но пока что-то не очень получается. Какой-то определенный подход, система подготовки. В российском регби сейчас федерация, есть понимание, по какой программе будет регби развиваться в ближайшие годы? Ну, я в федерации и работаю, не знаю. Вы как игрок клуба, который выступает в высшей лиге чемпионата страны? Мне кажется, что на данный момент руководство федерации, ну, пришли новые люди, которые хотят развивать регби и понимают, куда надо двигаться. Ну, и пока я вижу только плюсы, но все равно работы очень много. И как бы отстаем мы от лидирующих команд, ну, на много лет. Ну, я думаю, что движение будет, еще и Кубок Мира повлияет, и много детей придет новых. Ну, я надеюсь на это и спонсорство, и все остальное. Напомню, что у нас в гостях регбисты сборной России и регбийного клуба «Слава» Сергей Чернышев и Евгений Мишечкин. Евгений, вы достаточно молод? Да. Мне 20 лет всего. Всего-то, да. Давно увлеклись регби? Я увлекся в четвертом классе, когда 10 лет было. До этого я посмотрел на часы, я сейчас просто передаю радиослушание, когда же эфир закончится. Так. Вот, до этого играл в хоккей 5 лет, с 5 лет играл в хоккей. Вот, и одноклассники затянули в регби. Как это происходит? Одноклассники затянули в регби. Они тоже болеют этим видом спорта? Они тоже играют сами? Да, сами играли. Сейчас играют, ну, только на студенческом уровне. А мне вот повезло как-то, я продвинулся чуть выше. Как повезло? Ну, наверное, желание. И просто, как бы, увидел, как играют на высоком уровне и захотел когда-нибудь там тоже сыграть. Ну, и делал для этого все. Хорошо. Вот мне интересна просто конкретика, да? Вот вы студент. Да. Человек, который играл в хоккей. Ребята позвали играть в регби. Да. Поиграли раз, поиграли два. Кто-то пришел, увидел вас и позвал в славу? Или, как это происходит, или вы свое, там, я не знаю, резюме отправили, или на тренировку пришли. Сергей, может, вы поможете? Как вы Сергея встретили в команде? На все игры. А, как встретили в команде? Положительно. Миша такой порядочный, культурный парень. Коммуникабельный, общительный. Это погоняло такое, Миша, да? А, нет, Кошечкин. То, ну ладно. Про все игры. Евгений приезжал на все игры? Нет. Когда, наверное, Евгений бегал по молодежному чемпионату, по детству, вот. Тренера приезжали, из взрослой команды наблюдали. То есть, тренера в молодежную сборную смотрели за выступлениями, то есть, как Евгений играет. А за что вы играли? Изначально, да. Ну, изначально, ну, как бы, я попал в молодежную сборную. В России? Да. Без образования. Ну, рэгбиновое, я имею в виду. Нет, почему? Я же с 10 лет играл. Молодежная сборная начинается с 18 лет. Я уже 8 лет в том моменте занимался. Конечно, да. Понятно. Вот. Попал в надежную сборную. Съездил пару чемпионатов Европы. И повезло, мы... Я за старший год играл, с 96-го, я 97-го сам. И мы играли в Москве с второй командой английской сборной. Вот. Мы выиграли, и тогда, как раз, я думаю, тренер Славы заметил меня. Ну, и пригласили в команду уже, поговорил с руководством Славы. И начал тренироваться. Что вам тренер сказал? Приходи к нам. Да, приходи, поговорим. Я приехал. Первый вопрос был, сколько? Нет, первый вопрос был, готов ли я вообще тратить на это время. Интересно ли мне это? У тебя первый вопрос тренеру. А, нет. На тот момент, кстати, я даже и не думал насчет того, что мне будут платить деньги. Я думал, что, о, как хорошо, что меня вообще позвали туда. Вот. Но предложили там сумму, образно говоря, какую-то. И это меня еще больше обрадовало, потому что, ну, я думал, играть на таком уровне, еще и деньги получать, ничего себе. И вот я так еще очень обрадовался. На энтузиазме был. Чудеса какие, да? Да. То есть, а что с этой суммой можно делать? Вот, я не спрашиваю, сколько это, да? Но, я не знаю, что можно откладывать, что-то копить. Которое тогда мне в 19 лет предложили. Ну, конечно. Ну, да, можно копить, я думаю, для 19 лет. 19 лет это был год назад. Ну, мне сейчас уже 21 будет. Через месяц. Это было уже почти два года назад. Ага. Вот. Ну, что можно с этой суммой делать? Копить, купить себе вещи какие-нибудь. Ну, хоть как-то уже от родителей не зависит. То есть, самому в магазин ходить, условно говоря? Условно говоря, да. Хорошо. Сергей, вы помните, как пришли в регби? Да, я помню. Я до регби занимался футболом. Вы чуть-чуть постарше просто? Немножечко. Ну, чуть-чуть. На пару лет. Так. Да. Раньше футболом занимался, бегал. После этого... В какой-то школе? Или нет? Это на Выкуске была команда Авангарда, вот. И недалеко от дома находилась. Тогда вот играл, бегал. После этого подзабросил от вид спорта. А у меня еще есть старший брат. Он тоже, кстати, играл в регби. И тоже был в сборной России. Вот. И он меня привез на тренировку на Селезневскую, на метро на Слободское. На Славу. И с тех пор он начал заниматься, заинтересовало, понравилась эта игра. Она очень жесткая, динамичная, умная. Ну, мне все нравится. А вам нравится вот такой контактный вид спорта, получается? Да. Столкновения, борьба. Да. Элементы этого происходят хорошо. Ну, мы просто, чтобы определиться, мне больше, конечно, менее контактные виды спорта нравятся. Керлинг. Да нет. Почему керлинг? Футбол тот же самый, например. Ну, я... То есть не призываю, да, это мое личное мнение, просто я не очень люблю вот эти захваты. Как-то в борьбе мне не очень нравится. Каждому слою. Каждому слою. Да, конечно, на вкус и цвет. Сергей Чернышов, Евгений Мишечкин в гостях у нас. Рыгбисты. Мария Терская к нам присоединяется с выпуском новостей. Димаша, рассказывай. Футболисты молодежной сборной России до 21 года. Сборная со счетом 3-0 разгромили команду Кипра. Это был товарищеский матч, который проходил в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Забитыми мячами отметились Иван Обляков, Георгий Мелкадзе и Александр Макаров. Ну и на 41-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален один из наших игроков. Соответственно, встречу эту команда российская доигрывала в десятером. Несмотря ни на что, наши ребята победили. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро россиянин Тимур Сафин занял второе место на соревнованиях по фехтованию на рапирах. Это этап гран-при в Шанхай. Он в финале уступил британцу Ричарду Крузо со счетом 13-15. Бронзовые награды достались итальянцу и американцу. У женщин олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро россиянка Инна Дереглазова выиграла соревнования по фехтованию на рапирах. В финале она нанесла поражение японке. Бронзовыми призерами стали представительницы Канады и Южной Кореи. А вот болельщики испанского футбольного клуба Реал массово возвращают билеты на финальный матч Лиги чемпионов с английским Ливерпулем. Как сообщает издание АС, фанаты мадридской команды на данный момент сдали более 2000 билетов. Изначально заявку на эти билеты подавали более 24 тысяч владельцев клубных абонементов. И из них половина примерно стали все-таки обладателями билетов на финал Лиги чемпионов. Но из-за завышенных цен на жилье в Киеве и на другие логистические трудности болельщики стали эти билеты возвращать. Вот такая вот ситуация в преддверии матча Лиги чемпионов. Что думаешь, Роман, по этому поводу? Ничего не думаю. Спасибо большое. Ну, тебе, как обычно, все равно. Мой мозг занят сейчас регби и пытается понять вообще, что происходит. Что происходит, да. В гостях у нас мужчины, регбисты Сергей Чернышев, Евгений Мишечкин. Открываю сайт Славы. Регби-клуб Слава. Славное название. Неславный совсем счет в двух первых матчах нового сезона, насколько я понимаю. Который стартовал... 9 мая. 9 мая, в день победы, вы уступили в ВВА Подмосковье в Монино 10.38. Да. Что пошло не так? Я просто следующий вижу счет через неделю. Слава Енисей СТМ 0.31. Где сбился... Ну, насчет этого можно долго говорить. Сезон только начался. Понятно, что ВВА и Енисей это одни из самых топовых клубов. Ну, Енисей лидер, да. Третье место занял в прошлом году. Команда очень хорошая. Впереди сезон. Дальше будет длинно. Будем играть, стремиться. А можно какие-то конкретные вещи объяснить? Почему такой большой счет? Большая разница в счете. То есть, понятно, что будем играть, стремиться, побеждать. И, может быть, с Металлургом уже будет гораздо все лучше. Или с Красным Яром? Хотя, большой вопрос. Но вы дома играете при этом. Хотя с Енисейм тоже. Какие-то конкретные вещи там? У них быстрее игроки. Они лучше обучены. Они профессиональнее. Или... Вот какие-то такие моменты. Ну, суть в том, что, наверное, они более сыгранные. Потому что у нас проблемы были с предсезонным сбором. Как бы его фактически не было. Мы мало работали именно с мячом. Играли мало. И... Причина? Причина то, что не было сборов. Как бы предсезонные сборы. А почему их не было? Финансирование. Денег. Конечно, да. Это в России, мне кажется, большая проблема во многих видах спорта. А вам зарплаты платят? Платят. Все хорошо. С зарплатами все хорошо. В данный момент. Да, ну вот. Ну и, естественно, как бы тактические данные и та же защита. Все-таки защищаться, образно говоря, на съемном поле, которое нам снимали, там оно не очень большое было. И на полную ширину, которая, ну, 60 метров, рогбийное поле шириной. Ну, разные вещи немножко. Ну и плюс по игре и по тактике тоже очень много нам надо было отрабатывать. Естественно, из-за отсутствия сборов это очень тяжело делать. То есть физически вы не совсем были готовы, да, к этим матчам. Сейчас старайтесь стараться за счет уже игр набирать. Да, я думаю, что физически были готовы, а не были готовы тактически. Тактически, да, больше. Потому что физпготовка у нас как бы в Мишесоне хорошо прошла. А, ну, тактически можно, мне кажется, было бы, хотя нет, тоже вряд ли тактику надо тоже тренировать. Привет, Сергей Чернышев, Евгений Мишечкин в гостях на Спорт.ФМ, Вайбер, Ватсап. Давайте активируем. 8-9-2-5-4-2-93-2. Телефон прямого эфира 60-60-93-2. Задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям по регби. Пишите, звоните в прямой эфир. Я обязательно все эти вопросы буду переадресовывать. Итак, если мы говорим о славе, здесь, понятно, сезон начался, а все хорошо. Что со сборной России классической? Какие у нас ближайшие перспективы? Ну, ближайшие будут два тест-матча в США и в Канаде, США и Канады. Это как? Ну, ближайшие в июне месяце. В июне. Вас позвали на сбор? На сбор позвали, да. Сбор когда? Сборы уже на следующей неделе должны ехать. А где будут проходить? По Франции вроде. Мы точно еще не знаем. Да, точно как бы еще нет списков. А во Франции, потому что из Франции проще доехать до Штатов? Там проще сделать визу для Штатов. Проще сделать визу? Да, потому что в России сейчас ее долго очень делать. Для Штатов и Канады визу лучше всего делать как бы в Европе. Ну, быстрее всего. А почему Соединенные Штаты? Почему там тест-матч? Команда хорошая в США. Канада тоже. Хорошие тест-матчи. Ну да, команда чуть повыше уровня нашего, с которыми можем играть и показывать, чего мы стоим. При этом они как бы ценятся в мировом регби достаточно высоко. Но победить мы их, я думаю, сможем. Сергей Чернышев, как написано на сайте, хукер. А вы, Евгений, Евгений Мишечкин, левый столб. Да. Все правильно на сайте написано? Так, хукер, насколько я понимаю, это захватчик. Нет. Нет? То. Схватка. Знаете такое понятие? Да, вот. Это игроки первой линии. Левый столб. Это с левой стороны первый человек идет, хукер. Это второй. И есть еще правый столб. То есть вы прям рядышком друг с другом? Да. На поле? Да, да. Плечом к плечу. Ну, на поле, может, и не рядом, это когда идет игра. А когда статические положения, как схватка, то плечом к плечу. Вы чувствуете, да, так, партнеры, я так понимаю? Конечно. Энергетика Сергея и моя очень похожи. А вы взяли как-то Евгений под свое крыло, Сергей? Ну, так. Почему? Нет. Ну, кстати... Евгений самодостаточная личность такая. Ну, нет, но есть что-то похожее, потому что, ну, Сергей помогал мне постоянно и на сборы. Когда меня вызывали, я молодой же парень, за сборной России, вот. Мы жили, он там подсказывает всегда. И, ну, я думаю, что да, в чем-то он меня взял под крыло. Как рэгбисты, учитывая суперконтактный вид спорта, и мы знаем, как проходят там Кубки мира, да, с большими паузами, и поэтому классический рэгби отсутствует на Олимпийских... Во многом поэтому отсутствует на Олимпийских играх, либо нужно было бы урезать турнир там до четырех команд, и это было бы мало кому может быть интересно, хотя почему нет? Как восстанавливаетесь после игр? По-разному. Бывают сауны, бывают, например, геймрейли, да. Да, это такой препарат, который морозит мышцы специально, ну, если ушибы, какие-то еще что-то. Массажи. А по-человечески, если? Массаж? Нет. Я имею в виду девушка, жена, дети, если есть, там, семья. Ну, все по-разному становятся. Я либо дома могу приезжать после игры, либо пойти куда-то со своей девушкой погулять, кстати, и передам пока. Отлично. Сергей Черезышов передает вам привет. Как девушку-то зовут? Аня. Аня, Аня, привет! Так, Евгений. Я спокойно прихожу домой, обычно после игр не так много времени для восстановления, ну, выходной дают, может быть, один, там, полтора максимум. Ну, схожу в выходной, может, с кино, и все, как бы, такая психологическая разгрузка, больше какой-нибудь веселая. Хотели бы попробовать, в смысле, более веселое, что-то, не знаю, боулинг, что-то? Я про кино имею в виду. А, кино имею в виду. Ну, то есть, чтобы разгрузиться, именно, да. Что из последнего посмотрели? Дэдпул второй. Дэдпул второй. Понравился? Да, да. Понравился. Всем советую. Попробуйте. Планируете ли вы в своей карьере когда-нибудь попробовать силы, может быть, в другом чемпионате? Я знаю, что во Франции есть неплохой чемпионат, и есть российские рэгбисты. Ну, конечно, хотелось бы попробовать. То есть, просто для этого нужно почаще играть на мировом уровне. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Сборной России не всегда удается. Если вот не такие случаи, как... Как Кубок Мира, да. Вот на Кубке Мира, я думаю, что у многих ребят есть шанс как бы попасть куда-то. Если есть желание. У вас есть, Евгений? У меня есть желание, да. Ну, вы молод, мотивирован, да. Цели такие где-то слегка розоватые имеют тона, но это похвально. Сергей, что у вас? Ну, тоже хотелось бы. Тоже молод, но 17 я ощущаю. А там время покажут, надо тренироваться. Сергей Чернышев, Евгений Мишечкин у нас в гостях. Рэгбисты, рэгби-клуб Слава. Они представляют, также поедут на сборы со сборной. Россия, которая впереди в июне проведет два тест-матча. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Я смотрю, тут вопросы поднакидали на WhatsApp. Обязательно сейчас их осветим. Дженуа Тарина. Текущий результат в Европе в футболе. Единственный 0-0. Пока 25-я минута матча. Не забывайте, что сегодня еще и в российской футбольной премьер-лиге два, точнее, да, матчи переходные. Там был Фамкар. Анжи Енисей. Ответные в 18 и в 21 час по московскому времени игры начнутся. Оставайтесь на волнах. Спорт.ФМ. Спорт.Лайф. Это программа выходного дня Спорт.Лайф. Меня зовут Роман Щерб. Мы продолжаем рыбийный эфир, рыбийный час на Спорт.ФМ. До пяти вечера вместе со мной в этой студии. Рыбисты клуба «Слава» Сергей Чернышев и Евгений Мишечкин. Рыбисты сборной России, который совсем скоро играть в Штатах со командой США и Канады. Тест матчи. А в 19-м году сборная России нежданно-негаданно едет на Кубок мира и попробует себя там проявить. Будем говорить так. Пока еще год с небольшим до этого события. Так что мы все в ожидании, как и ребята. Вот, вопрос от Марата пришел уже после моего вам вопроса по поводу зарубежного клуба. Марат, ребята уже ответили. Да, есть желание поиграть в каком-нибудь иностранном чемпионате. Я, правда, не спросил, в каком. Может быть, тоже есть предпочтение? Я хотел бы, наверное, в английском. Ну, как-то именно игра этого чемпионата, ну, по просмотру, по именно видео, больше привлекает, чем тот же самый французский. Евгений Мишечкин, Сергей Чернышов. Ну, тоже, наверное, английский. Английский все-таки, да? С языком проблемы есть? Проблемы есть, но я их решаю. Как бы я учу английский и с репетитором. Отлично. Пишут мне тут, Роман, очень сильно давите на ригвистов. Я еще не начинал. Я еще не начинал. И потом, с ригвистами надо чуть аккуратнее. Просто зайдите на страничку ВКонтакте, Спорт.ФМ, посмотрите. Где я и где ригби. Вот, я бы точно не смог быть хукером. Да? Почему? Ну, потому что. Да не-не, нормально. Нормально, да? Да. Низкого роста. На массе. На массе. Все, я буду так всем отвечать. Что ты у тебя лишний вес? Я говорю, я на массе. Если мне кто-то задаст этот вопрос. Нормально. Так, да. Вопрос Сергею Чернышеву в WhatsApp. Насколько верна информация, что вы тренируете ригбийный Спартак? Расскажите поподробнее. Ну, верно, да, информация. Тренирую ригбийный Спартак. Да, имеет. Имеет. Есть спонсоры? Пока нету. Пока только команда появилась, возрождается. Все, думаю, будет со временем. А сколько, вы говорите о третьем дивизионе, сколько дивизионов ригбийный? Ну, три любительских. В третьем дивизионе сейчас 12 команд играют. Хотел заявиться еще команд 8. Пустили во втором, по-моему, 10 и в первом 10. И потом уже основная, да? Потом еще высшая лига есть, потом основная. Эти три дивизиона только по Москве? Да. Ах, это Москва еще, да. А что же в регионах происходит? Ну, тоже есть команды. Енисей и Красный Яр происходят? Нет, ну это в Красноярске, в сибирском регионе. То есть там тоже наверняка есть какие-то есть любительские? Там тоже приличные команды любительские, да. Там в Красноярске очень сильно развитый регби. Так что и в Краснодаре тоже развивается. У Спартака какие задачи? Ну, задачи... Пойти шаг за шагом, стеб-местем. Нет, пока мы только собрались. Задача первая, то есть ребята, чтобы научились играть в регби. Чтобы у нас и так сейчас сплощенный хороший коллектив. Вот, вот, и со временем, то есть играть, побеждать и добиваться наилучших результатов. То есть переходить в другие лиги более высокие, то есть... А что это за ребята, которые пришли в Спартак? Ну, любители футбольного клуба Спартака, то есть... Вот, любители регби. То есть до этого никогда не играли? До этого не играли никогда, и решили заняться, поиграть. То есть у нас входит приличная народная тренировка, порядка 36 человек. В команде порядка 50 человек. Платят наверняка денежку за это? Нет, ничего не платят, на добровольной основе. На это интересно. А как же вы тренируете? Тоже бесплатно? Да, тоже бесплатно тренируем. Вы Альтруис, Сергей? Ну. Получается так, да. Потому что я сам болею за Спартак. Ах, вот оно в чем дело. Давно ли? За футбольный? Да, за футбольный, в принципе, за все виды спорта, где Спартак участвует. Давно ли? Да, с 96-го или 97-го года. Вы активный болельщик? Ну, что вы имеете в виду активный болельщик? Вот я вижу, у Евгения есть татуировка. Не вижу, правда, что там нарисовано. Может быть, у вас где-то Спартак на теле? Нету. Нету? Ну, я имею в виду, может быть, на фанатскую трибуну посещали? Ходили? А это что такое-то? Понятно. Ну, скрывается Сергей, значит. Ну, ладно. Ладно. Ясно, понятно. Сергей Чернышев, Евгений Мишечкин в гостях у нас. Рыгбисты. Но мы выясним этот момент еще. Не переживайте. Мария Терская, давайте дадим ей слово. Маш, рассказывай новости последние. Ну, буквально через пять минут у нас стартует матч за третье место на чемпионате мира по хоккею. Я напомню, что там встретятся сборные США и Канады. И в 21 час 15 минут в финале сыграют команды Швеции и Швейцарии. В продолжении вашей регбийной темы сообщу о том, что сборная России одержала победу над командой Португалии в полуфинале турнира за пятое-восьмое места на первом этапе мужского чемпионата Европы по регби-7. Наши ребята, действующие чемпионы Европы, взяли верх над соперниками со счетом 24-1. Ну, а в матче за пятое место московского этапа сборная России сыграет с победителями встречи между англичанами и испанцами. Руководство Тульского Арсенала ведет переговоры с главным тренером команды Меодрагом Божевичем о продлении контракта. Об этом сообщил спортивный директор клуба. Нынешний контракт черногорского специалиста с Арсеналом истекает 30 июня. Ранее же Божевича называли кандидатом на пост рулевого «Зенита». И вот что сказал директор клуба. Как только появятся новости, мы все сообщим. В ближайшие дни будет информация, хочет ли клуб продлить контракт с Божевичем. Работа над этим ведется, никакого конфликта нет. У нас рабочая ситуация. Ну и в заключении выпуска о теннисе украинка Элина Светолина выиграла теннисные турниры в Риме. Его призовой фонд, я напомню, превышает 3 миллиона долларов. В финале Светолина, посеянная под четвертым номером, нанесла поражение первой ракетки мира. Румынки Симони Халип со счетом 6-0. 6-4 завершилась эта встреча. Ну а поединок продолжался 1 час 8 минут. Светолина, защитив свой титул в Риме, завоевала таким образом 12-й трофей турниров WTA в карьере. Победа же принесла 23-летней украинке очередные рейтинговые очки. И посмотрим, на какое место она поднимется в обновленном рейтинге WTA. Напомню, что опубликован он будет по традиции в понедельник. Спасибо большое, Мария Терской, за этот выпуск новостей. Давайте продолжим разговор о регби с вашей помощью. Вайбер, ватсап, 8925-4293-2. Вопросы отсюда. Вопрос к Сергею и Евгению. Употребляют ли они алкоголь? А включите микрофон, пожалуйста. Что, у меня выключено? Нет, все-все-все, нормально. Вам ничего не... я не к вам. Обращаюсь, Сергей, у нас есть звукорежиссер, который все поправит. Нет. Ну, иногда, на праздниках. Евгений? Ну, тоже нет. Ну, конечно, бывают случаи. Ну, это, наверное, может быть раз в год, когда перерыв какой-то между играми и тренировками. А вообще жесткий режим у рогбистов? Как у всех спортсменов. Да, я думаю, что как у всех спортсменов. Потому что, ну, нагрузки большие всегда. И, ну, как бы еще нагружать свой организм сверху алкоголем или чем-то еще, это, ну, очень опасно. Потому что, как бы, каждый хочет играть. И, ну, вообще, как бы, совершенствоваться. Это очень тяжело сделать. А, хорошо, а допинг? Какой-нибудь, я не знаю, может быть, витаминки? Ну, есть такой, там, апельсинчик, киви. Если вы имеете в виду спортивное питание, то, конечно, трюкбисты употребляют. Протеин. Но это же не допинг. Допинг — это, как бы, ну, химические вещества какие-либо. Ну, нет, на самом деле, не употребляем. Потому что проверки идут постоянные. Непонятно, кого выберут. Выбирают по три человека из команды. То есть здесь тоже присутствует допинг-контроль, он достаточно серьезный. Ну, конечно, конечно, в чемпионат России присутствует тоже. Русада вроде, если не ошибаюсь. Ну, она лишена аккредитации, но возможно, да. Дрались ли вы когда-нибудь в фанатских? Фанатские? По-фанатски, я не знаю. Ну, такой вопрос. Нет. Я только ходил на футбол, смотрел на трибуне. Вам не верит Сергей. Ну, ладно, Евгений. Ну, нет, конечно. Ну, просто это тяжело совмещать. А вы, кстати, Евгений, вы переживаете за какую-то команду? Понятно, что Сергей за спортом. Да, за локомотив. За локомотив, да. Поздравляю с чемпионством. Спасибо большое, спасибо. Юрий Павлович, да, на века. На века? Конечно. Тоже достаточно давно болеете? Ну, с 2004 года, да. Ну, с класса второго. С последнего чемпионства. Да, вот как в детстве, я думаю, все начинают так болеть. До летнего сезона. Все в детстве так начинают болеть, когда кто-то выигрывает команду, и сразу за ней начинают следить. Ну, и вот как-то так пошло, что и продолжат следить. Есть время посещать матчи? Да, есть. Были в этом сезоне? В этом сезоне было не так много. Раза четыре, наверное. А вот позатом в том сезоне брал абонемент и, да, ходил стабильно. Отлично. Вопрос по поводу регби. Тренируете вы кого-то? Ну, мы уже ответили на этот вопрос. Сергей тренирует регбийный «Спартак» в любительской лиге, пока эта команда выступает. Как вы оцениваете перемены в российском регби с приходом нового руководителя Федерации Артемьева? Почувствовали ли вы это на себе? Я уже от себя добавляю. Ну, в первую очередь у нас сохранился стадион «Слава», то есть, где мы тренируемся, бегаем. Да, перемену видно налицо, то есть, если не ошибаюсь, писали в комментариях то, что после чемпионата мира останутся какие-то стадионы для регбистов. Недавно открыли базу «Юг» в Сачах, тоже это для подготовки регбистов. Да, идут. То есть, видимые уже результаты с приходом нового руководства. Регби есть? Да, ну, видимый результат еще то, что на Кубок мира попали. Тоже, я думаю, это вот Федерация Регби, это новое руководство, то есть, это кропотливая работа, наверное, была, то, что собирать бумажки всякие на каждого человека, то есть, которые попались на натурализацию всей сборной. Тяжелая работа. Ну что ж, Сергей Чернышов, Евгений Мишечкин у нас в гостях. Рогбисты российские, сейчас сделаем небольшую рекламную паузу, затем вернемся. Человек не отступает, пытается все-таки выудить из вас истории про какие-нибудь жесткие замесы на рогбийных полях. Бывало ли такое в вашей карьере? Прямо с мордобитием? Ну да. Или так немножко потолкались? Человека, да, по лицу надо? Да. Да, было. Ну, меня дисконфицировали один раз на, по-моему, 10 игр. На чемпионате Европы это было. На чемпионате Европы? Ну, по-молодежному. А, ну, по-молодежному. Ну, скажу так, то, что я полез в драку из-за того, что моего друга по команде удалили сзади. Это я его видел, не оставил другу в беде. Ну, а так, раньше, да, бывали. Вы считаете это ошибкой? Какая ошибка? То, что товарищ мой по команде получил сзади, то есть не видя, я считаю, это не ошибка. А что за команда играла против вас? Грузия. Грузия, да? Там какие-то конфликты были? Ну, не конфликты, просто рэгби. Почему взял человека и ударил сзади? Ну, бывает, эмоции, страсти, то есть... Ну, может быть, оставить... Ну, спорт это, в принципе, эмоции, страсти, то есть как... Я понимаю, да. Тяжело, это иногда ставить, бывает, с некоторыми людьми. Эмоции, страсти занял поле. То есть... Вы эмоциональничный? Я нет. Ну, бывает эмоции у меня, но стараюсь не особо... У меня система координат рушится, дисквалифицировали на 10 матчей за драку. Сергей, он говорит, я не мыться. Это же по молодежке было. Ну, это как эмоции, то, что у моего друга, то есть, например, к вам приведу. Вы идете по улице, да? Так. Ваши девушки начинают приставать. Так. Или что-то сделали, ударили там. Ваши действия какие будут? Я использую свой главный козырь. Какой? Скорость. Ну, вроде общались, вы игрок в схватке, как решили. Нет, это вы так решили. Я сказал, что в схватке я не готов поучаствовать. Так. Ладно. Не, ну, понятное дело, что вы привели достаточно экстремальную, все-таки, Сергей, ситуацию. Здесь-то игра. Игра, все-таки, да? Бывают разные стычки сзади, не сзади. Там, за попу прихватил, ущипнул. Ну, все это бывает. Зачем бить в лицо? Вот в чем вопрос. Я говорю, что вот отсюда, может быть, вы эмоциональный человек, получается. А говорите, что нет. Ну, это уже давно такого нету на репейном поле. Это все на самом деле. А как тренер? А как тренер? Вот, вот. Как тренер вы эмоциональный человек? Ну, придите на игру, посмотрите и скажите мне. Я же собой не наблюдаю. Так, я сейчас, я хочу призвать к эфиру любительский клуб «Спартак». Подопечных, так сказать, Сергея Чернышева. Отметьтесь, пожалуйста, в вайбере и ватсапе и напишите нам, чтобы мне на игру не ходить. 8-9-2-5-4-2-3-93-2. Эмоционален ли Сергей на бровке? Евгений, что вы по своим эмоциям можете сказать? Ну, у меня не было никогда проблем с этим. Именно на поле, ну, как бы были, может быть, какие-то, да, стыки, но я всегда контролировал себя. Именно так, чтобы меня дисквалифицировали, когда-то не было такого. А в... за пределами площадки? За пределами площадки, да нет, на самом деле не эмоционально. Ну, бывает, конечно, от каких-то там, может быть, не знаю, ситуаций вспыхнуть могу, но просто я это не особо показываю. Ну, на самом деле, регио такой спорт, где, ну, на тренировках на самих ты уже эмоции выплескиваешь, и, ну, на жизнь уже остается только радоваться и улыбаться. Когда вы последний раз психовали за пределами поля? За пределами поля. Да, что вас взбесило? Когда сладкого не было. Вполне возможно такое, да. На самом деле, прям не вспомню уже, прям так что психовал. Нет, наверное, еще в школе когда-то. А в школе были драки? Да нет, может, одна когда-нибудь в классе шестом. Я так... До сих пор помню. Не конфликтный человек. Я понял вас, Евгений, да. Евгений Мишечкин и Сергей Чернышев у нас в гостях. Рыгбисты клуба «Слава» и сборной России. Ваши вопросы приходят в хорошем количестве, интересуют вас. Рэгби. И это здорово. Добрый день. Слышали ли вы о добровольном спортивном обществе «Торпеда» и, в частности, рэгбийном клубе «Торпеда»? Даже я слышал об этом обществе. И у меня там есть знакомый, который играет в рэгби. Как относитесь к начинанию ребят своими силами без админресурсов попытаться создать профессиональный рэгбийный клуб? Болельщик «Торпеды» Сергей спрашивает. Ну, в первую очередь хочу сказать, если цель есть, то надо приходить к цели без цели. То есть смысла не было собираться. Значит, у ребят у нас есть цель к чему-то прийти, чего-то достичь и, значит, добьемся этого. Да, «Торпеды» я тоже знаю. Они еще не заявились в любительскую? Они уже давно выступают, они в высшей лиге выступают. У нас игрок из команды «РК Слава» тоже тренер «РК «Торпеда». Плюс у нас дружественные отношения «РК «Спартак» и «РК «Торпеда»» очень дружественные отношения. С этим коллективом, с этой командой. То есть мы друг друга хорошо знаем. То есть время будет, время покажет. Есть идеи, есть цели, к чему-то придем. Чернышев топ. Эмоционален по-профессиональному. Громче Игорьцов Андрей. Видимо, знакомые фамилии какие-то, нет? Это фамилия. А, это тренер «Спартака» тоже. Ах, вот он. Андрей Игорьцов, да. Вот, видите? Так, Сергей Чернышев спас. Я обожаю, что наши слушатели откликнулись. И откликаются на любой, в общем-то, вопрос и начинание. Сергей Чернышев, сама спокойность и невозмутимость. Диксон. Дискон. Дискон. А я подумал, моя девушка написала. Нет. Я думаю, что девушка другого мнения о вас. Так. Сергей профессионал своего дела. Холодный расчет. Тренер приведет «РК «Спартак» к победе». Все хорошо. Ну, я же вам говорил. Я думаю, что они, эти, игроки регбийного клуба «Спартак», которые сейчас это написали, специально так пишут. Да, мне кажется, не одни игроки «РК «Спартак». Кто меня знает, все знают. Ну, очень много сообщений пришло. Вот еще одно эмоциональное подело. Отличный тренер и человек, пожалуйста. Так. Если в сборной по регби натурализованные спортсмены, например, грузины, как относитесь к натурализации вообще? У нас вроде есть, да, один человек натурализованный. Антон Рудой. Да, Антон Рудой. Но его уже давно. В 2014 году натурализовали, по-моему. Или в 2013 году, когда Кубок Миру. Все это прошло по правилам. А не было идеи кого-нибудь из Фиджи или Новой Зеландии привезти в Россию? Нам такие вопросы даете. Мы не тренера. Мы не федерация. Может быть, вы знаете, что с ним ходили, что федерация когда-то там давно хотела. Мы не знаем, что там какие слоги ходят. Это не нам такие вопросы надо задавать. Есть руководство. И эти вопросы надо руководству задавать. Хорошо. Как вы относитесь к иностранным спортсменам в России? Хорошо. Иностранные спортсмены, например, в Енисеи играют, в Яре. Но эти люди довольно-таки хорошие игроки. То есть этим самым тоже поднимается чемпионат. То же самое, как и в футболе. У нас тоже много народу с разных чемпионатов, то есть с разных стран. А есть лимит какой-то в регби? Да, есть. Пять человек вроде или четыре на поле. Да, четыре на поле и всего, по-моему, десять можно. Да, Жень? Да. Ну, просто еще натурализовать регбиста как бы... Ну, для этого нужны определенные правила. Это нужны родственники, чтобы были русские у них. И желание вообще играть за сборную. Просто тяжело, я думаю, найти такого человека где-нибудь на островах. Потому что, ну, как туда занесет русского человека? Там бабушку или дедушку его какого-нибудь. Но был такой случай в 2011 году, когда на Кубке мира играла сборная. За нас играл австралиец один. Он выявил желание. У него были родственники из России. И он сыграл как бы на Кубке мира. Да. Адам Бернс. Да, тоже хороший уровень был игрок. Потому что он играл в суперрегби. Это один из лидирующих чемпионатов. Был еще вопрос по поводу, что вы собираетесь делать после окончания карьеры. Ну, я думаю, что Евгению об этом рановато пока думать. Я думаю, что да. Сергей, вы как уже, да, тренер и игрок параллельно. Может быть, тренер? Ну, я же говорил то, что я еще на 17 ощущаю. Это понятно. Что еще рано, пока задумываются. Это ясно и понятно. На выводах каких-то я пока не буду говорить. Ну, сейчас хочу играть, бегать. Я чувствую себя прекрасно. Вот. Дальше будет время. Дальше покажет. Есть свои идеи. Есть свои мысли. Так что, когда закончу карьеру, тогда закончу. Вопрос от девушки. Да. Есть ли в вашей команде РК «Спартак» какие-либо фишки для мотивации? Видимо, фотографии девушек показывать перед матчем. Да, у нас есть один человек такой. Володя его зовут. Так. Вот. Он очень сильно поднимает настрой команде. Каким образом? Делает вертуху. О, божечки мои. Так, ладно, давайте заключительный вопрос. Вертуху. И главное, чтобы не по своим. Вот. Назовите мне вилку зарплат в регби, пожалуйста. От до? Я думаю, от 10 тысяч и до максимум может быть. Ну, 200-300, это прям потолок. Это самый топ получает. Ну, в России где-то. Не знаю, ну, может, тысяч 60 вот так вот где-то. У всех по-разному. В каждой команде по-разному получают. Это-то понятно. Парни топ, «Спартак» топ, «Слава» топ. Вот такое сообщение от слушателей. Я думаю, что на этом можно и завершить наш сегодняшний эфир. Ребят, стремитесь, добивайтесь. Удачи вам на профессиональном поприще. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое. Сергей Чернышев, Евгений Мишечкин, игроки рогбийного клуба «Слава» и сборной России были у нас в гостях. Оставайтесь на волнах «Спорт.ФМ». Продолжение следует.